Достигая Израиль и весь мир Шалом, Едидим, шалом, возлюбленные! Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса!» Синтия, любовь моя, сегодня мы будем рассматривать один из моих любимых фрагментов в Слове Божьем, Исайя 41 глава. В этом фрагменте Господь называет Израиль своим слугой. Апостол Павел говорил, что он раб или слуга Господа Иисуса Христа. Но в современной культуре люди не знают, как воспринимать концепцию слуги. А что ты думаешь об этом? Мне кажется, что сложнее всего нам начать мыслить так, как это делает Он, смотреть, как смотрит Он, и осознать, что мы омыты и очищены. Мы держимся за вину и обвинения, но Господь хочет провозгласить нам другое слово, что мы очищены и праведны в Мессии, в Иисусе Христе. Мы должны быть полностью в этом уверены. Это поражает нас, особенно когда мы осознаем, насколько мы несовершенные. Я поражаюсь тому, что Он видит лишь доброту той души, которую Он создал. Это надежда на Христа, надежда на Мессию. Да, Иисус сказал, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы послужить Самому. Возлюбленные, вы можете обрести свою идентичность, поняв, что вы слуга. Писание говорит, что мы должны приносить Богу жертву хвалы. Когда хвала становится жертвой, хвала становится жертвой, когда мы решаем прославить Хошема Богом, даже если нам не хочется этого делать. Я слышал историю про Смита Уиглсворта. Кто-то спросил его, как он себя чувствует, и он ответил, «Я никогда не спрашиваю себя, как я себя чувствую. Я просто настраиваюсь на Бога и прославляю Его». Мы с Синтией пытаемся каждое утро вставать и петь Господу хвалу. Иногда Дух Святой дает мне песню. Часто это гимны, которые я пел, когда только покаялся 40 лет тому назад. И недавно он дал мне этот гимн, чтобы я принес его в жертву хвалы. Он называется «Встань за Иисусом». Кто-нибудь из вас помнит эту песню? Сейчас я напою ее вам. «О, встань, встань за Иисуса, солдат Креста! Вознеси Его святое знамя! Мы не должны проиграть от победы. К победе Свою армию Он будет вести, пока все враги не будут уничтожены. И Христос не станет Господом надо всем. «О, встань и поднимись во имя Господа Христа!» Отче, мы благословляем Тебя и благодарим за то, что Твоя слава окружает нас. Иисус в Духе Святом живет в нас. Отче, спасибо за то, кем Ты являешься для нас, и за то, кем мы становимся в Тебе. Во имя Иешуа. Аминь. Возлюбленные. Сегодня мы будем изучать прекрасный фрагмент Писания из еврейской Библии Танаха. Мы откроем 41 главу книги Исаия. Мы будем рассматривать с вами фрагмент с 8 стиха и далее. Я молюсь, чтобы эти слова проникли в вашу душу, как огонь, и вы укрепились, ободрились и возросли в вере и в способности ходить во Иисуса. Итак, давайте начинать. «Трава вянет, и цветы сохнут, но Слово Божие пребывает вовеки». В Библии написано вот что. «А ты, Израиль, раб мой» или «слуга». Господь говорит напрямую, «А ты, Израиль, раб мой» и «Аков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего». Я хочу, чтобы мы разобрали этот фрагмент. Некоторые из вас могут подумать, «Ну, это Бог обращается к Израилю, к Иакову, к Аврааму». А я-то здесь при чем? Я хочу показать вам, как это связано с вами, возлюбленные. Давайте мы вернемся к началу. «А ты, Израиль, раб мой» или «Слуга». А знаете ли вы, что в послании к римлянам 11 главе Господь говорит, что если вы верующий из язычников, который пришел к нему через еврейского мессию Иешуа, Иисуса, то вы были привиты к Содружеству Израиля. Павел говорит об этом в послании к Ефесинам, в послании к римлянам 11 главе. И когда мы читаем о Божьем благословении для Израиля в еврейской Библии, то вы, как верующие из язычников, должны знать, что вы привиты к отношениям с Богом Израиля. Писание называет вас духовным Израилем. Это обетование. Это благословение. Это слово ободрения, которое Бог провозглашает над Израилем, касается и вас, иудеев, и язычников, если вы действительно любите его через Мессию Иисусом. И так же мы читаем там. «А ты, Израиль, раб мой» или «Слуга». Мне нравится, что Господь говорит в первую очередь, показывая его отношения с ним. Он говорит, «А ты, Израиль, раб мой» или «Слуга». А кто такой «Слуга»? «Слуга» — это тот, кто существует, чтобы исполнять волю другого, своего Господина. Иными словами, если у богатых людей есть дома слуги, то какова роль слуги, его идентичность? В контексте их работы, их задача — служить тому, кто взял их. Если посмотреть на Древний мир, то даже в Торе мы увидим, что были слуги Израиля, целью которых было лишь служить своему Господину. Бог называет вас своим слугой. Это должно дать вам силы для прорыва, чтобы вы поняли, кто вы. В современной американской культуре люди считают, что Бог существует для нас. Некоторые из нас смотрят на Бога как на джина. Мы думаем, что если найдем нужную формулу и применим ее, то Бог каким-то образом благословит нас, сделает нас счастливыми, здоровыми, мудрыми, богатыми и успешными. Это все, что люди хотят в американской мечте. Многие приходят к Богу, словно Он существует для них. Они смотрят на Него как на джина. Они готовы сказать нужную молитву, использовать правильную форму, чтобы Бог дал им американскую мечту. Возлюбленные – это неправильно. Обратите внимание на то, что Господь сказал здесь, «А ты, Израиль, раб мой или слуга». Бог не существует в первую очередь ради нас. Это мы существуем для Него. И мы должны понять это. Нам нужен разум Христов. А каким был разум Иешуа, когда Он ходил по планете? Иисус говорит, что Он не делал ничего, кроме того, что делал Отец. Иисус был на земле, чтобы исполнять волю Отца. Он – высший слуга Отца. Как Иисус молился перед тем, как пойти на крест? Он говорил, «Отче, если возможно, доминует Меня, чашуся Я, но не Моя воля, да будет А Твоя». Мне интересно, а скольким из нас нужно обновиться в разуме и осветиться, чтобы начать думать как слуги? Бог сказал, «Ты – Израиль». Это касается нас, рожденных от Духа Иисуса, высшего слуги Отца. В еврейской Библии Иешуа много раз называют слугой Яхве. Мы должны смотреть на свою жизнь, как на жизнь слуг Отца. Мы должны стать, как Смит Уигглсворд. Когда он просыпался по утрам, то не спрашивал себя, что он ощущает. Суть жизни была не в нем самом. Он просыпался по утрам и начинал прославлять Хошема, Бога. Он понимал, что в первую очередь дело было не в нем. В первую очередь дело было в Господении возлюбленной. Если вы примете эту реальность, которая кажется непростой, довольно сложной, вам нужно отвергнуть свои чувства, эмоции и осознать, что вы существуете в первую очередь ради него. Мы отвергаем наши эмоции. Вопрос не в том, что мы ощущаем. Вопрос в том, достоин ли Бог, верен ли Он всегда, является ли Он повелителем всего творения, Богом любви и величия, является, ну а мы Его слуги. И поэтому дело не в том, что происходит в нашей Вселенной, а в том, чтобы в первую очередь прославлять Его и служить Ему. Возлюбленные. Я надеюсь, что вы понимаете это. Мы пытались сделать Бога удобным. Мы ходим в церкви, и многие пьют капучино на служении, пытаясь получить максимум удобства. Все красиво, все очень модно одеваются, а потом все идут общаться после служения. Быть частью тела и общаться, это, конечно же, хорошо. Но мне интересно, что мы упускаем во всем этом? Мы должны в первую очередь смотреть на реальность того, что мы существуем, чтобы служить Ему. И Иисус сказал, чтобы мы, молясь, молились так. «Отче наш, сущий на небесах, да светится...» Что? «Имя Твое. Да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. И когда я молюсь этой молитвой, то начинаю с того, что говорю. «Отче, пусть Твоя воля в первую очередь исполняется во мне». Мы существуем, чтобы служить Ему, а не Он нам, возлюбленные. Мы должны отречься от Своей плоти, жить выше своих эмоций, выше своих наслаждений, осознавая, что мы на земле в первую очередь для того, чтобы служить Ему». Я хочу дать вам еще одну возможность. Иисус говорит, «Я стучу». Многие говорят, «Я ничего не ощущаю». Вы закрылись. Но Иисус, Иешуа, Он здесь. Я призывал их к покаянию, и многие пасторы покаялись. Они покаялись в том, что не делились Евангелием со своими соседями и родственниками. После этого я спросил, «Кого касается Господь?» Скажите, кто-то услышал слово от Духа Святого прямо сейчас? И вперед вышла одна женщина. Она сказала, что получила пророческое слово. По ее глазам было видно, что Господь касался ее. Я спросил, что делает Бог, а она начала плакать, трястись. Это было одно из самых мощных пророческих посланий, которые я только слышал в своей жизни. «Я дал вам дары в служении?» «Церковь что-то сделала с тем, что я дал тебе?» Это послание коснулось каждого сердца, что было там. Она начала открывать сердце Иисуса народу. Иисус говорил, некоторые из вас утверждают, что ничего не ощущают. Вам нужно покаяться. Он начал упрекать пастырей за их теплоту и апатию, за то, что они мало смотрят на Него. Все знали, что они слышали слова самого Иисуса. А ты, Израиль, раб мой или слуга. Возлюбленный, это удивительное благословение – знать, что ты – слуга Бога Живого. И когда ты принимаешь эту мантию, этот менталитет, ты обретаешь силу, и можешь идти по жизни в победе. Вопрос больше не будет в том, что тобой управляют эмоцией. Ты будешь ходить как воин, который обучен жить под властью Бога Отца. Далее Господь говорит, «А ты – Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал». Мы знаем, что Иаков – это еще одно имя Израиля. Как вы помните, Господь изменил имя Иакова на Израиле после того, как Иаков боролся с Богом. Бог обращается к вам, потому что вы привиты к лозе Израиля. Если вы иудей, как и я, и верите в Иисуса, Он обращается к вам. Если вы родились как язычник, но пришли к Богу Израиля через мессию Иешуа, еврейского мессию, Бог обращается к вам, вы частью духовного Израиля. И что Господь говорит про Иакова? «Иаков, которого я избрал, а ты – Израиль, раб мой». Иаков, которого я избрал, запомните, вы избраны. Знаете, что вы избраны, дабы служиться Ему. Иисус сказал, что если бы вы были от мира, мир любил бы вас, «но так как вы не от мира, но Он избрал вас, мир потому вас ненавидит». Иисус сказал, что для Него мы были избраны, чтобы принести много плода, и чтобы наш плод пребывал. Вы были избраны. Вы часть духовного Иакова, который приносит много плода. Мы говорим об идентичности. А вы знаете, кто вы? Знаете ли вы, почему вы на земле? Знаете ли вы свое предназначение? Вы избраны, чтобы быть слугой Бога Израиля через Иешуа здесь, на земле. Если мы будем знать это, то наша жизнь будет утверждена. Но многие из нас и дальше пытаются жить в этом мире, фокусируясь в первую очередь на исполнении желаний нашей плоти. Мы пытаемся питаться вещами мира, духами этого века. Мы пытаемся наполнить себя вещами на этой планете и не осознаем, что мы здесь не для того, чтобы реализовать себя с помощью вещей на земле. Библия говорит нам так. «Ибо все, что в этом мире, это похоть плоти, это похоть очей, и это гордость житейская. Все это не есть от Отца, но от мира сего». И я хочу, чтобы мы посмотрели на наши сердца. Какая часть нашей жизни, нашего фокуса, нашего хождения связана с вещами этого мира. Мы пытаемся наполнить свое сердце этими вещами, думая, что они сделают нас счастливыми. Я пытаюсь помочь нам понять, что, зная себя и свое предназначение, вы можете освободиться от тщетности. Почему все так тщетно? Потому что вы не можете наполнить себя, питаясь вещами этого мира. Вот почему Иисус сказал, «Едущий Мою плоть и пьющий Мою кровь имеет жизнь». Вот почему Господь сказал через еврейского пророка евреям, «Зачем вы выкопали себе емкости, которые не удерживают воды?» Иными словами, они пытались наполнить свои жизни, создав для себя емкости, которые не могли удержать воду. Многие из нас поступают так же. Мы думаем, что у мира есть ответ для нас. И поэтому он говорит Израилю, «А зачем вы копаете себе емкости, которые не удерживают воду? И оставляется меня, Бога Израиля, источника живой воды?» Мы думаем, что новая машина сделает нас счастливыми. Или какая-то еда сделает нас счастливыми. Но знаете, что делает нас счастливыми на самом деле? Познание Бога и познание того, кто мы в Нем и для Него. Мы можем иметь все, что предлагает мир, но если мы не знаем, кто мы, и недовольны тем, кто мы, мы будем несчастны. Писание помогает нам. Лучше понять, кто мы. Мы — слуги Яхве, Бога и Отца, Господа нашего, Иисуса Христа. Мы избраны. Я прочитаю этот фрагмент еще раз, а потом мы перейдем к следующему. «А ты, Израиль, это мы с вами, раб мой или слуга мой. Мы — слуги. Мы существуем, чтобы исполнять волю Отца. Мы должны молиться об Откровении, искать Его, читать духовную литературу, чтобы понимать, что означает служить Богу, как жить для Него». Итак, написано, «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал. Вы избраны». А затем он говорит, «Семя Авраама, друга моего». Я прочитаю это еще раз. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Теперь вас называют другом. Сначала вас называют рабом или слугой, а затем избранным». А в конце Бог Израиля называет нас своими друзьями. Господь говорит, что Авраам был его другом. Вы потомок Авраама, друга Бога. Библия говорит нам в послании, Галатам 3 главе, что благодаря нашим отношениям с Мессией Иисусом мы унаследовали благословение Авраама. Вы часть духовного наследия Авраама. А знаете, каким было Божие знамя над Авраамом? Аврахам был другом Бога Отца. И это очень важно. Наши сердца должны осознать эту реальность. Бог называет вас своим другом. Бог называет вас своим другом. Я помню, как пять лет тому назад случилось нечто очень интересное. Это было нечто очень важное. Это было нечто неожиданное, и это была большая возможность. Это были важные новости и важный момент. Это могло продвинуть наше служение, если бы я рассказал об этом, но я не хотел говорить об этом сразу, потому что не был уверен в том, а угодно ли это моему Богу. Итак, передо мной открылась возможность продвинуть мое служение, но я сказал, «Господи, я не знаю, а хочешь ли ты, чтобы я сделал то, о чем меня просят для этого?» Я не уверен, что это будет угодно тебе. Мне было нелегко. «Господи», говорил я, «должен ли я говорить об этом? Это важное мероприятие. Или мне стоит промолчать?» Я вышел из машины и пошел прогуляться. Я сказал, «Бог-отец, ты знаешь, что я хочу сделать. Я хочу сделать именно это, но я не хочу делать этого, если это оскорбить тебя, ведь я так люблю тебя». Я услышал, как Дух Святой назвал меня «дружок мой». Я сказал, «Папа, я не хочу делать этого, если ты не хочешь, чтобы я делал это». Я услышал, как Господь сказал мне, «дружочек мой». Это было нечто. Я не мог представить, что Господь назовет меня так. Но Писание говорит, что Бог смотрит на нас, как на друзей. И когда мы смиряемся, чтобы быть, как дети перед Ним, ставим Его на первое место, любим Его, исполняем Его волю, как маленький мальчик или девочка хотят исполнить волю Отца. Мы ходим в правильных отношениях с Богом. Поэтому, возлюбленные, мы продолжим эту тему в следующий раз. мы можем найти много важных откровений о нас и наших целях в этой 41-й главе книги Исаия. У меня есть хорошие новости для вас. С вами, как всегда, был Равин Шнайдер. Не пропустите наш следующий выпуск. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, произносите это благословение на мой народ и тогда мое имя будет на них. Бог Отец все еще жив. Если я произнесу те же слова в вашу жизнь, Он дарует вам свое имя, в вашу жизнь прямо сейчас. Моисею и Аарон. ПНАВИЛЕХА ВЕЯСЕМ ЛЕХА ШАЛОМ Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновит других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. Тревога и страх могут оказаться самыми сложными грехами, с которыми мы сталкиваемся. Присоединяйтесь к кровине в следующий раз, чтобы узнать о главном оружии в борьбе с тревогой. Возлюбленные, спасибо, что смотрите нас сегодня. Для меня это честь. Если наше служение благословляет вас, то я хочу попросить вас задуматься над тем, чтобы стать нашим партнером, если вы еще им не стали. Я знаю, что вы хотите пережить личное благословение и хотите, чтобы это служение помогало другим людям. Мы получаем тысячи историй каждый месяц со всех уголков мира. Люди спасаются, их жизни меняются, поэтому помолитесь о том, чтобы стать нашим ежемесячным партнером, если вы еще им не стали. Спасибо вам. Возлюбленные, если вы смотрите нас уже некоторое время, то знаете, что когда вопрос касается сбора средств на служение, чтобы мы могли дальше нести Слово Божие по миру, я стараюсь не манипулировать. Нам нужно много денег, чтобы выходить в эфир на телевидение и в соцсетях. Мы ездим по всему миру. «Я не могу делать этого без вашей постоянной финансовой помощи». Бог устроил все это так. Иоанн говорит в одном из своих посланий, что люди, проповедующие истину, достойны финансовой поддержки церкви. И я хочу поблагодарить вас за помощь. Знаете, что поддерживая проповедь Евангелия финансово, вы собираете себе награду. Все, что мы посеем в царство, вернется к нам мерою доброй, угнетенной, нагнетенной с избытком. Поэтому спасибо вам за вашу любовь и финансовую поддержку. Я говорю вам шалом. Вот как вы можете сделать пожертвование или стать ежемесячным партнером. Присылайте свои дары по адресу, которые видите на экране. Для пожертвований кредитной картой заходите на наш сайт или звоните по номеру, который видите на экране. Или отправляйте слово «Раби» на номер 4537. В благодарность мы вышли вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Ваш дар несет спасение, исцеление и избавление Израилю и миру через телевидение, интернет и евангелизация. Многие из нас были верны Господу в финансах при жизни. Но если вы хотите почитать Господа финансово, даже после того, как отправитесь на небо, заходите на вкладку «Завещание» на нашем сайте. Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.